Салам алейкум, Дагестан! Доброго вечера всем, кто смотрит нас в сетке вещания РГВК и доброго времени суток тем, кто видит нас в повторе или же в интернет-версии. С вами передача «Глубальная сеть» и сегодня для вас ее проведу я, Дед Магант Магомедов. В эфире 39 выпуск. А прежде чем мы начнем обзор новостей, волновавших пользователей социальных сетей на этой неделе, мне хотелось бы поблагодарить за информационную поддержку телеканал РГВК, а также еженедельник «Свободная республика». «Свободная республика» – газета для думающих людей. Под руководством главы Республики Дагестан Сергея Меликова прошло заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Некоторые подробности этого мероприятия через комментарии пользователей социальных сетей. Эту новость для обсуждения предложил Запир Ильясов. «Были обсуждены меры по предупреждению коррупционных нарушений при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Выделив в качестве приоритетной задачи государственной политики в сфере противодействия коррупции борьбу с нарушением при осуществлении закупок, Сергей Меликов подчеркнул, что такое значение сферы закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в значительной степени обусловлено объемом выделяемых на эти цели бюджетных средств». Пользовательница социальных сетей Абина Гаджиева также поделилась информацией. А еще глава республики сказал следующее. «Стабильное функционирование этой сферы может способствовать развитию экономики, стимулировать предпринимательскую активность, но самое главное – эффективные закупки позволяют обеспечивать повышение уровня и качества жизни людей, решать наболевшие социальные проблемы. В это же время анализ ситуации показывает, что система закупок у нас пока работает с серьезными сбоями», – констатировал руководитель. Написал пользователь Ибрагим Рамазанов. «До 30% торгов в Дагестане могли проводиться при картельном сговоре», – приводит ТАСС слова замглавы Федеральной антимонопольной службы России Андрея Цариковского. К примеру, имеются факты того, что дорожники в регионе при картельном сговоре нелегально заработали 17 миллиардов рублей. Антимонопольная служба выявила в Дагестане картель, заработавший на лекарствах более 7 миллиардов рублей. При изучении торгов обнаруживался либо картель, либо его следы. «Можно говорить о том, что от 10% до 30% торгов проводились в серой зоне», – рассказал агентство «Цариковский». Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тинишова, в Дагестане в ближайшее время могут появиться еще 2-3 новых картельных дела. Написала свое мнение Марьям Гасанова. «Одним из факторов подобной ситуации, по словам главы региона, является широкая распространенность злоупотреблений. В рамках контрольной и надзорной деятельности регулярно вскрываются факты нарушений при выборе способа определения поставщика, несоблюдения условий контракта в случае завышения цен, фальсификации конкурсной документации, недобросовестного исполнения обязательств. Сегодня говорить о том, что в этой сфере наведен порядок и коррупционные проявления сведены к минимуму, пока не приходится», – отметил глава Дагестана. Делится мнением Рамиля Абдулаев. Вместе с тем он ориентировал коллег на то, что главная цель в работе по данному направлению – выстроить систему так, чтобы государственные средства расходовались эффективно, по назначению и в срок. В числе перспективных методов достижения таких целей были названы отработка соответствующей времени системы четких правил ведения закупочной деятельности с актуализацией типовых требований конкурсной документации, нормативам закупок, обеспечении широким внедрением современных технологий, прозрачности и оперативности процедур, усиление контроля за всеми этапами данного процесса – от подготовки заявок до оценки качества поставляемого товара и услуги. Пишет пользовательница Галимат Халидова. «Эта работа требует консолидации всех ветвей власти, так как данная сфера очень болезненная и нуждается в пристальном внимании», – обозначил задачи Сергей Меликов. В мероприятии приняли участие член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Бессултан Хамзаев, председатель Народного Собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров, председатель правительства Республики Дагестан Абдул Муслим Абдул Муслимов и руководители правоохранительных структур региона. По мнению Шамиля Гамзаева, ситуация выглядит таким образом. Президент России Владимир Путин в понедельник 25 апреля подписал указ о государственной информсистеме против коррупции по Сейдон. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации. В системе «Посейдон» содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также информация о соблюдении и несоблюдении ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами на которых распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе персональные данные этих лиц, говорится в документе. Завсегдат из социальных систем Муслим Алиев написал следующее. Координатором системы будет администрация президента, а оператором – федеральная служба охраны. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации будет оказывать методическую и консультационную поддержку по вопросам использования системы. 12 января Путин назал приоритетными задачами прокуратуры борьбу с коррупцией и экстремизмом и другими видами преступлений. Российский лидер подчеркнул, что прокуроры в своей работе должны ориентироваться прежде всего на людей. Пользователь Алиибир Рашидханов поделился своим мнением. 9 декабря прошлого года в МВД заявили, что финансово-кредитная сфера является одной из наиболее подверженных коррупционным проявлениям. При этом также к сферам, в которых наблюдается высокий уровень коррупции, относятся потребительский рынок, деятельность органов власти, управление и строительство. Тогда же глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за 9 месяцев 2021 года ущерб от коррупционных преступлений составил 13 миллиардов рублей. По его словам, число уголовных дел о коррупции в текущем году выросло на 15%. Новость о том, что жительница Москвы скончалась в Хасавюрте, оказалась громом среди ясного неба. Где Москва с ее уровнем медицины, а где Хасавюрт? Но все не так однозначно. С этой ситуацией разбирались не только следователи, но и пользователи социальных сетей. Пользователь Муслим Магомедов написал следующее. «Москвичка скончалась после пластической операции в Хасавюрте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения по неосторожности смерти в результате оказания работ некачественных услуг. Пункт 2, части 2, статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Инцидент произошел 16 мая в одном из частных медцентров Хасавюрта. 44-летней жительнице Москвы стало плохо после пластической операции. Ее доставили в городскую больницу, где она скончалась через несколько часов. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи изъяли необходимую для дела медицинскую документацию». Развила эту новость активная участница социальных сетей Анна Кондрашова. «Дагестан давно один из неформальных лидеров по пластическим операциям. Со всей России ездят. А смерть, скорее всего, связана с тем, что качественные медикаменты заменяются второсортными, в основном китайскими препаратами. Но не только в Хасавюрте умирают. К примеру, в Махачкале 21-летняя умерла от ринопластики. А у нас же врачи, помешанные на деньгах, не проверяя, проводят вмешательства. Наверное, в Дагестане скоро будет Голливуд с такими темпами. И все Кавказское теряем. Ценности тоже исчезают». Пользователь Нариман Самедов по этому поводу написал. «Если это клиника СМАК, то смерть пациента скорее правило. И не стоит удивляться. СМАК недооценивает риск оперативного вмешательства, совмещает несколько операций за одно вмешательство. И при возникновении осложнений своевременно не предпринимает необходимые мероприятия, что в итоге приводит к частым летальным исходам». По этому поводу пользовательница социальных сетей Нусрият Багаудинова написала следующее. «Тысячи отдыхающих со всей страны заполонили санатории, базы отдыха и гостевые дома нашей республики. Как оказалось, часть из них приехала не только посмотреть достопримечательности горного края, но и провести время с пользой для здоровья. В Дагестане сейчас бум стоматологического туризма, а также приезжают, чтобы сделать косметические операции. Но и результат в Хасавюрте». Завсегдатой социальных сетей Осман Салим Гиреев рассказал следующее. «Сейчас стало модно менять лицо, как перчатки, не подозревая, что это грех, если дефекта нету. Наихудший заработок – менять творение Аллаха, и речь идет о внешности. Я считаю, что все это богопротивно, когда глупые особи, которые не могут ничего, кроме тупых инстахабаров, колят себе в лицо гель и силикон. А все только для того, чтобы сидеть в социальных сетях, привлекая таких же, как они». Своё мнение написала Эльмира Алиева. «Мне 38 лет, операцию хотела сделать лет с 20. Мучилась всю жизнь», – рассказывает одна из пациенток. «Операцию сделала в Дагестане, в Махачкале. Цены там очень демократичные и врачи высокого класса. Не буду писать имя врача, чтобы не сочли за рекламу, но Дагестана не бойтесь. Я родилась и жила в Москве. Когда решила поехать туда, все меня отговаривали. Но ничего страшного в этом нет. Ринопластика в Дагестане очень распространена, практически как сходить к стоматологу. В гостинице я познакомилась с девушкой из Москвы, которая приехала делать себе нос, но в другой клинике». Пользователь Али Султан Исаев написал по этому поводу следующее. «Большинство пластических операций делается по показаниям врачей. К примеру, у человека нос не дышит. Но, как часто бывает в пластической хирургии, везет далеко не всем. Процент неудачных операций достаточно высок. И причина в том, что ими занимаются непрофильные врачи. Многие медики, зная, что пластика сейчас очень популярна, меняют квалификацию и сразу приступают к операциям. Хотя толком этому не учились». Не остался в стороне от дискуссии и юзер Гаджи Алхасов. А еще из-за огромной конкуренции в Махачкале клиники пытаются привлечь клиентов низкой ценой. Поэтому некоторые девушки, стесненные в средствах, решаются делать операцию у молодого врача под присмотром более опытного. «В последнее время стало много подделок дипломов у врачей», говорит Курбанова. «Очень смешно, когда такой специалист показывает диплом пластического хирурга, а при этом у него нет бумаг об окончании учебы на обычного хирурга. А ведь так не бывает. Другие же изображают из себя специалистов. Проработают пару месяцев в какой-нибудь поликлинике в Подмосковье, а потом приезжают в Махачкаву и рассказывают, какие они опытные столичные врачи». Пользователь Исмаил Ганжмурадов написал следующее. «Из всех пациентов, которые ложатся под ножом в Махачкале, 70% решаются на ринопластику. На втором месте увеличение груди. На третьем – липосакция и абдоминопластика, восстановление эстетических пропорций живота. Обычно пациенты ходят исправить горбинку на носу, причем не только девушки, но и все больше мужчин. Раньше все признавали, что это красивая национальная черта, а теперь считают, что это изъян, и нужно обязательно иметь маленький нос. Отсюда и спрос». В древнем городе Дербенте 25 мая случилась авария. К счастью, без смертей и непоправимого ущеба для чего-либо здоровья. Но так вышло, что за рулем одного из автомобилей сидела женщина. И тут началась традиционная для нашего региона гендерная разборка. Кто лучше водит машины – мужчины или женщины? В общем, как это было, вам предстоит узнать прямо сейчас. Ибрагим Рамазанов по этому поводу написал следующее. «Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Дербенте. Накануне в 22.48 в этом городе на пересечении улиц Сальмана и Ленина 46-летняя жительница Дербентского района, управляя автомобилем Киа Спектра, не уступила дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге, и столкнулась с автомобилем «Лада Приора» под управлением 20-летнего местного жителя. Очень неприятная история. Понятно, что люди поздно возвращались домой. Наверное, кто-то отвлекся. И такой печальный итог. Не осталось в стороне дискуссий и Хаджиат Магомедова. В результате ДТП водитель «Лада Приора» и его пассажиры, 21-летняя девушка и 3-летняя девочка, также проживающие в Дербенте с различными телесными повреждениями, госпитализированы в больницу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Я думаю, что здесь все, кто должен получать свои наказания. Но меня смущает реакция людей на то, что виновницей аварии оказалась женщина. Как будто мужчины аварии не совершают. Как будто часть комментирующих из средневековья вылезла. Эту тему продолжает завсегдата виртуальных дебрей Тагер Джавадханов. Я тоже считаю, что это не женское дело садиться за руль автомобиля. По моему мнению, для этого у наших женщин есть наши мужья, отцы, братья. Это они должны вас беречь и возить. У меня вообще вопрос, куда эта женщина ехала в 11 ночи, да еще и на такой скорости. В это время порядочная женщина должна сидеть дома. Но то, что мужчины больше всего попадают в аварию, с этим я спорить не буду. Каждый старается показать себя на дороге и никто никому не уступает. Но у женщин это по-другому. А вот у Зульфии Ахмедовой тоже своя точка зрения. Честно говоря, я не люблю ввязываться в спор с теми, кто любит морализировать. Но в данном случае, если вам интересно, то скажу, что эта женщина работает шеф-поваром в одном из дербенских ресторанов. Поэтому возвращается домой она поздно. Мужа у нее нет, она разведена. Но у нее есть двое детей, которым она и торопилась после работы. Это вам к сведению, что не все женщины, которые после 10 вечера за рулем, на самом деле легкомысленные. Поэтому давайте попробуем без инсинуаций. Даут Ахмедов по этому поводу написал следующее. Я тоже согласен с тем, что женщине в силу организации ее ума водить машину трудно. Тем более в Дагестане, когда автомобильный поток, как стихийное бедствие. Но есть одно но. Критериям оценки качества мужчины вы сделали наличие автомобиля. Вам надо иметь в виду, что авто не у всех мужчин есть. Много мужчин живет с семьями на съемных квартирах, ездят на маршрутке и так далее. Но от этого они не становятся не мужчинами. Да и женщины есть с авто, а есть и без. Есть те, кто всегда ездит на женском такси. У кого на что хватает денег. Кому как удобнее. Убежден, ваши рассуждения в конце несправедливы. Пользовательница Эльмира Магомедова написала следующее. Можно было, конечно же, и не писать, что девушка за рулем была. За столько времени, один раз с участием девушки, столько негатива от женоненавистников. Но открою вам маленькую тайну. Девушкам и женщинам за рулем безразлично, что думают те, кому это не нравится. Они сели за руль, потому что в этом была насущная необходимость. Не всегда есть возможность ждать мужа, отца или брата. Они взяли свою жизнь в свои руки, и обратного хода в этой ситуации уже не будет. На что ответил Мухаммад Расулов. Мне кажется, попытка выставить женщин за рулем как богатых бездельниц, которым слишком много позволили, в корне неправильная. Если взять, к примеру, соотношение 100 мужчин и 100 женщин, то у мужской сотни аварий будет больше, чем у женской. И это просто статистика. Это не подтасовка фактов. Просто будьте объективны. А еще прибавьте к этому элемент случайности, который всегда присутствует в этих историях. Итог дискуссии резюмировал пользователь Гасан Магомедов. Я вообще не понимаю, из-за чего весь этот шум. Женщина ехала ночью с работы и устала. Отвлеклась. Случилось ДТП. Эта ситуация может случиться и у мужчины, и у женщины. Зачем искать виноватых? Есть тормозящие мужики и тупящие женщины. Они стоят у друга. Есть хорошо, аккуратно ездящие женщины и отличные водители мужчины. Мне кажется, что такими спорами увлекаются люди, которые хотят самоутвердиться за счет своего пола. Не знаю, как у них это получится, но выглядит это неубедительно. Борьба с наркоманией для нашей республики – вопрос более чем актуальный. Кажется, нет ресурса, который бы не говорил о том, что наркомания – это болезнь, а те, кто торгует наркотиками, торгуют смертью. Но все равно находится тот, кто старается поживиться таким мерзким образом. Внимание на экран. Обитатель виртуальных дебрей Шамиль Тагеров написал по этому поводу следующее. Сотрудниками полиции Ленинского района Махачкалы возле одного из домов по улице Магарамкенская при личном досмотре 28-летнего жителя Комтеркалинского района обнаружено и изъято порошкообразное вещество белого цвета. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, а изъятое направлено на экспертизу, в результате которой наркотический состав вещества подтвержден. Эту тему продолжает Загидат Амарова. В ходе допроса подозреваемый рассказал, что приобрел синтетическую соль для последующего сбыта наркозависимым лицам на территории Махачкалы. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». При этом мне хотелось бы у него узнать, понимает ли он, что то, чем он занимается, разрушает человеческие жизни или не понимает. Он же молодой, здоровый парень. Неужели нечем было заняться? Завсегдата Ибрагим Рамазанов высказался по этому поводу. Так много людей ловят, судят, сажают. А они все торгуют и торгуют. Мне интересно, в исправительных колониях вообще остались места? Боюсь, что на их содержание налоги поднимут. Это ужас, сколько наркоманов, закладчиков. Думают, что не поймают. Хотят легких, больших денег. Непонятно, о чем они думают. А в итоге попадают в мышеловку, где в лучшем случае условный срок или штраф. При этом лучшие годы твоей жизни оказываются испорченными. Да и все знать будут, чем ты занимаешься. Своим мнением поделилась пользовательница под ником Анжела Каспийская. Интересно, думают ли они над тем, что человек может умереть от этих самых наркотиков? И эти легкие деньги чья-то смерть. Смерть, которая будет на их совести. Или о совести тут уже не надо писать. Наверное, я совсем не нормальный человек, но я не понимаю тех, кто радуется пачке сигарет. Я так вкусной еды не радуюсь. Не понимаю и тех, кто употребляет спиртное, чтобы расслабиться. И уж тем более не понимаю тех, которые готовы продать своих родных и близких за наркотики. В диалог вступил юзер Магомед Махмудов. Вот смотришь на них, на то, как они общаются, как они их называют друг друга хищниками. Вроде молодые и здоровые, неущерпные. И думаешь, тигры, львы, орлы. Вот зачем вам гадость? Это грязь, это непочет, это позор. Эти деньги халалом никогда не будут. Наркота никогда не сделает из вас мужчин. Она только унижает человека. Когда высокопоставленные люди и авторитеты готовы на все ради дозы. Что же вас тянет от всех в эту грязь? Юзер Джамиля Гаджиева по этому поводу тоже не стал скрывать свою позицию. Выходит, что больше семи лет этот парень получил за вот эти вот четыре пакетика. Где логика? Такие люди ни о чем не думают. Кроме как о себе. Да и сами, наверное, подсели на эту гадость. Не знаю, что стоит 28-летнему парню работать, кормить себя и свою семью честными деньгами. Не понимаю я их. Не понимаю, что за охота за легкой наживой. Неужели хотя бы о родителях подумать нельзя было? Теперь ему сидеть. Камал Магомедов по этому поводу написал следующее. Сколько сажают в последнее время за наркоту? Судя по весу, это мелкие торговцы. Надеюсь, до оптовиков дойдете раньше. Пока они не погубят таких же молодых ребят. И спасете этим жизни всех, кто губит себя этой отравой. Но наркоманы никогда не думают о будущем. Их удел получить удовольствие здесь и сейчас. Я даже не знаю, лечится ли это. Много ли тех, кто слез с этой гадости. Но я не сомневаюсь, что нужны очень жесткие меры для торговцев и производителей наркотиков. Без этого победить эту болезнь не получится. Пользователь Тагир Рамазанов написал следующее. Да сейчас каждый второй закидывает под свою губу какую-то зеленую хрень. Говорят, что она сделана из какого-то помета. Видно, что электронные сигареты у каждого в руках. Девушка или парень, разницы нет. Все курят. Меф или мяу. Я узнал 3-4 года назад. Им тоже все пользуются. Особенно девушки. И ходят потом чисто на ха-ха-хи-хи. Я говорю то, что знаю. Не надо со мной спорить. Своими глазами я все вижу. Сам даже энергетик не пью. Это ведь гадость. Губите себя и дальше. Но потом не жалуйтесь, что в жизни ничего кроме боли не видите. Пишет пользователь Ислам Исаев. Чаще ловят в таком случае, если покупают не через сайт. Потому что за сайтами стоят серьезные ребята. А так сидят на закладках. На Авито выложите объявление, что вы ищете работу. И в течение дня из вас сделают наркодилера. Войти в наркобизнес в Дагестане никакой проблемы. Закидают предложениями загадочного дохода. Но вот чтобы зарабатывать честно, нужно с детства учиться много работать. И только тогда у вас есть шанс получать стабильный доход. Но они ведь с детства либо на спорте, либо на понтах. А потом не зная, что делать, пытаются заработать хоть чем-то. В социальных сетях появились голосовые сообщения, в которых сообщается, что цены на газомоторное топливо в Хасавюрте поднимут с 14 до 18 рублей за литр. При этом владельцы заправок говорят о том, что они поднимут цены не только в Хасавюрте, но и в Кизюлюрте и Махачкале. Что по этому поводу думали простые регистанцы, догадаться было нетрудно. Внимание на экран. Внимание на экран. Но, к сожалению, это оказалось правдой. Вчера везде на автозаправках Хасавюрта цены поднялись с 14 рублей до 17 с половиной. Далее поднимут цены в Кизюлюрте и в Махачкале. Об этом также сообщалось в звуковых сообщениях. Вот такие у нас бизнесмены. Продолжила разговор на эту тему Наида Идрисова. О том, что это произойдет, мы узнали из звуковых сообщений, которые активно пересылались в WhatsApp. Люди уверенными голосами говорили о том, что они намерены поднимать цену на топливо сначала в Хасавюрте, потом в Кизюлюрте, а затем и в Махачкале. Насколько стало понятно, мы имеем дело с карательным сговором. А это, насколько я понимаю, преступление. И реагировать на это должны в первую очередь в федеральной антимонопольной службе. Пишет пользователь социальных сетей Магомед Расулов. Общественник попросил чиновника срочно вмешаться и положить конец подобным сговорам существенно бьющим по карманам граждан. В то же время в Уфас свое бездействие объясняет отсутствием среди хозяев АЗС тех, кто мог бы владеть 8% автозаправок от общего числа. Тогда можно было бы говорить о сговоре на законных основаниях, считают в антимонопольном управлении. Поэтому говорить о том, что они сейчас начнут предпринимать какие-то действия, бесполезно. По мнению Амина Цибировой, ситуация выглядит следующим образом. И вот мы читаем очередное официальное сообщение. Оно дает понимание того, как эту ситуацию видят чиновники. Рассмотрев порядок формирования розничных цен на жиженный газ, обнаружены признаки недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными владельцами заправок в городе Хасавюрте. Также наши специалисты установили, что на автозаправочных станциях Хасавюрта стоимость газомоторного топлива на 8-9% превышает общий уровень цен на АЗС республики. Написал обитатель виртуальных дебрей Салимхан Баматханов. Я считаю, что бойкот АЗС Хасавюрта надо сделать обязателен. Как было обещано в аудиозаписи, выложенной в нашей группе ранее, как по указке единовременно в Хасавюрте подняли цену на газ. Аудиозапись, где предполагались новые цены, уже подтвердились. А это же прямой сговор против простого народа. Почему не предпринимаются меры? Или все вы в доле? Если все контролирующие органы не предпримут меры, то все АЗС, поднявшие цены, будут бойкотированы по всему Дагестану. Поддержим братьев с Хасавюрта. Сегодня там подняли цену. Если промолчим, везде поднимут цену. Сила в единстве. Пишет Надия Мусаева. В республике резко выросли цены на газовых автозаправочных станциях, что вызвало недовольство автомобилистов. В Дагестане многие водители давно модернизировали свои машины и установили газобаллоны и оборудование. Таким образом, они пытаются сэкономить. С начала года цена литра жиженого газового топлива в Махачкале поднялась на 10 рублей. Для людей это большой скачок. Куда смотрит антимонопольная служба, задаются вопросом граждане. Это обсуждение дополняет юзер Муслим Азиза. Глава Дагестана Сергей Меликов на недавнем сообщении заявил, что в отношении недобросовестных владельцев АЗС будут приняты соответствующие меры. Я вообще не понимаю, что происходит. Почему, как только жизнь стала чуточку хуже, наши люди готовы обдирать друг друга? А если такую же позицию, как заправщики, займут врачи? Не будут они оказывать помощь людям, потому что им зарплаты не хватает. Я думаю, что такая позиция никому бы не понравилась. А вот заправщикам на ровном месте поднимать цены выходит можно? Отвечает на предыдущий комментарий пользователь под ником Дарт Вейдер. То, что цены пошли вверх, ни для кого не секрет. То, что все стали жить хуже, тоже не новость. Понятно, что в такой ситуации оказалась наша страна. Но чтобы вот так бессовестно наживаться на людях, это уже запредельно. Разве это правильно? Почему никто не поднимает вопрос о личностях тех, кто готов обдирать своих земляков ради собственной наживы? Это же конкретные люди. Они тоже ходят в мечеть, ходят в магазины, обращаются за медицинской помощью. Написал пользователь Гаджимурат Гамидов. В управлении Федеральной антимонопольной службы Дагестана подтвердили, что к ним поступают жалобы от автомобилистов. Однако в пресс-службе ведомства пояснили, что в регионе отсутствует юридическое лицо, занимающее доминирующее положение на рынке и злоупотребляющее своим статусом. В Махачкале доля участников с признаками сговора не превышает 12% от общего числа игроков на этом рынке. Турнир Ивана Поддубного – это мероприятие, на котором принимают участие спортсмены сразу же нескольких видов борьбы. Как и ожидалось, дагестанские любители спорта это мероприятие не пропустили. Пользователь Расул Сулейманов по этому поводу написал следующее. Первый мемориал Ивана Поддубного по трем стилям спортивной борьбы, панкратиону и грэплингу состоялся на футбольной арене ЦСКА в Москве. В спор за награды турнира памяти выдающегося борца вступили около 150 борцов-вольников из России, Беларуси, Казахстана и Монголии. В стартовый день турнира успешнее всех выступили дагестанские вольники, семеро из которых завоевали путевку в финал соревнований, а четверо и вовсе стали победителями мемориала. Эту новость дополнил Шамиль Зияудинов. Так в весе до 61 килограмма в борьбе за верхнюю ступень пьедестала слиснулись воспитанники Хасавиртовского УОР, Абазгаджи Магомедов и Башир Магомедов. В итоге Башир в целом выглядел в этой схватке достойно, но остановить чемпиона мира и Европу ему было сложно. 8-3. Тем более им хорошо знакомый стиль борьбы друг друга. И потом они лично знакомы. Это тоже было определенным препятствием. По мнению завсегдата социальных сетей Халида Шарипова, в весе до 97 килограмм в финал пробились серебряный призер первенства России. Махачкалинец Ахмед Тажудинов и чемпион Европы Алихан Жабраилов. И здесь произошла главная неожиданность состязаний. Чемпион континента уступил второму призеру юниорского первенства страны. Алиханз похватился только после того, когда счет стал 0-5 в пользу Ахмеда. Отыграл 3 балла, но Фора оказалась слишком весомой. Но Фора оказалась слишком весомой, чтобы выйти победителем в противостоянии с валевым и неуступчивым Тажудиновым. Своей информацией поделился и Арслан Алдамов. В весе до 92 килограмм золотую медаль оспорили победители молодежного первенства страны Магомед Шарипов и призер чемпионата мира, чемпион Европы Магомед Курбанов, который оказался на голову сильнее своего соперника. 0-7. Это очень сложная категория, где в основном борются сильные и опытные борцы. Победить там очень непросто, поэтому поздравления здесь были вполне заслужены. Пишет пользователь Хазбулат Магомедов. За золото турнира также боролись Даурен Куруглиев, весовая категория до 86 килограммов, и дагестанский легионер сборная Беларусь Магомед Хабиб Кадим Магомедов, весовая категория до 79 килограммов. И тот и другой очень крутые борцы с очень хорошим послужным списком. Последний боролся с Радиком Валиевым из Северной Осетии Алани и выиграл с минимальным преимуществом 8-7. Написал пользователь Рамазан Алиев. У них была очень сложная схватка. Первый период прошел с преимуществом Валиева, заработавшего 5 безответных баллов, 4 из которых за переворот из высокого партера. А вот после перерыва инициативу в руки взял Кадим Магомедов, который вышел вперед в самом конце схватки, проведя два подряд обратных переворота. Что касается Даурена Куруглиева, то он, к сожалению, уступил Осетину Артуру Найфонову. 2-3. Пользователь Ибрагим Ильясов написал следующее. Среди борцов-классиков победу на турнире одержал уроженец Дагестана Денислан Баматов, выступающий ныне за Санкт-Петербург. На предварительной стадии Денислан провел две схватки, в весе до 60 кг, в одной из которых встречался с победителем прошлогоднего первенства мира Анваром Аллахьяровым. Их полуфинальный поединок проходил в напряженной борьбе и завершился с минимальным преимуществом Баматова 4-3. Пишет пользователь под ником Курбан Рагимов. Совсем иначе для него сложился финальный поединок, в котором соперником выступил один из самых титулованных участников турнира. Призер игр в Токио, чемпион мира в 2018, двукратный чемпион Европы Сергей Емелин. Баматов в этой схватке превзошел своего грозного соперника, не дав последнему провести ни одного результативного действия. А сам при этом набрал необходимое для победы количество баллов. В общем, поздравляем всех наших! Ну а теперь по традиции нашей программы забавное видео. Субтитры создавал DimaTorzok Ум... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну а на этом, пожалуй, все. Это будет 39-й выпуск проекта «Глобальная сеть». И его я, Димбаганг Магомедов. Спасибо всем, кто смотрел нас в эфире телеканала «РГЛК» и на нашем YouTube-канале. Видимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова